Здорово, YouTube! Мы продолжаем играть в Destiny 2. Да, внезапно это не Minecraft, не Isaac или что-то такое. Сегодня я хочу показать, как проходится мастер-сектор Aphelion's Rest, он же могила Офелия, по-моему, на русском. Я уверен, этого добра в интернете навалом, потому что лосс-сектора повышенной сложности — это не что-то новое, что было добавлено в игру, но я хочу записать свое видео, чтобы оно просто было. Может быть, кому-то будет полезно. Сегодня у нас тут... Давайте отсюда посмотрим, тут, по-моему, информации побольше. Оверлоуд, Unstoppable чемпионы, то есть... Блин, даже не знаю, как они на русском называются. Ну, короче, кружочки и квадратики. Стазисные ожоги, если это важно, хотя на самом деле нет. И войдовые щиты. Ну и моды, которые будут усложнять нам жизнь, но это не так важно. Из экзотиков падают руки, так что можно сфармить, например, Некротик Гриппы на Варлока или что-то еще полезное, что вам нужно. Но для этого, конечно, надо пройти соло. Мой лоудаут — это... Давайте начнем с саб-класса. Это верхний войдовый Варлок, чтобы можно было заряженную гранату кидать. Под него Интроверс Холды. Возвращает энергию гранаты за нанесение урона, если я правильно помню. Так, рандома... Да, да, он хит. Вот. Лемонарх и Треддед Нидл. Линейно-плазменная винтовка. В общем-то, это для босса и чемпионов. Это для трэша и щитов. И для чемпионов, в общем-то. И это тоже для чемпионов просто, чтобы тормозить. То есть я не буду пользоваться пульсой, как чем-то, что наносит кучу урона. Она здесь так, чисто в утилитарном плане. Ну и все остальное, это, в общем-то, в соответствии к билду. Там, прайма-файндеры, скевенджеры и бла-бла-бла-бла-бла. Главное, вот два мода и вот эти два айтема. Лемонарх и вообще луки достаточно неплохо себя показывают в затерянных секторах. Они справляются как с трэшем, так и со снайперами, так и в стане чемпионов, если это требуется. И позволяют держать какую-то дистанцию. Да, я надеюсь, что с фпсами всякими будет у меня нормально. Потому что я давно не записывал вообще ничего по-человечески. Сейчас я делаю это на ОБС. Тут некоторые проблемы с производительностью. Ну, плюс моя пекарня маленький не вывозит. Так, ой, вот это лагануло нормально. Так что, как-то так. Проблема этого сектора, если можно ее так назвать, это вот эти мелкие мобы. Они по факту сдерживают вас сильнее, чем чемпионов, потому что они очень-очень-очень-очень часто разделяются на два. Возможно, кстати... Нет, не знаю, когда-то даже нет модов. Ну, медленно, методично расстреливаем трэш. Стараемся их убивать. Никуда не ловимся. И вот сектор проходит за 7, наверное. Можно быстрее, может медленнее, в зависимости от ладалбы. И от того, насколько вы хороши вы. Я не очень хорош. Ну, в бассейне мы, наверное, справимся. Естественно, если есть возможность сэкономить хэвики, экономить хэвики, хэвики. Да, я извиняюсь за какие-то всхлипывания, шмыгание носом на улице, ну, за окном. Путин, прям остывший. Поэтому тем хорошим и могут приложиться. Здесь у нас был антопабл чемпион. За углом стоит еще один. И на руку стоит два горлова чемпиона. Но перед тем, как справляться, в общем-то, с самими чемпионами, надо вырезать всякий мелкий трэш. По возможности. Если у вас чемпион не сваливает, как, наверное, сейчас делает у меня, то можно начать с него. И, кстати, довольно-таки неплохо с этим помогает проблема решать лимонарх. Ну, да, да, вот эта мелочь, она, как-то, не даст подойти. Я чемпионов вырезаю, по крайней мере, уже лоудов из луга. Так как они принимают нормальный урон, нет никакой проблемы, у них никакой необходимости доставать зеленку или трэвики. К тому, что пока вы свапаете оружие, они снова вылезают из своего стан и начинают устраивать вам проблемы. Главное, чтобы они никуда не прятались, потому что они снайперы, они это делают. Не знаю, это так должно быть, или они делают это потому, что у него и нет. Но, тем не менее. Если получится сейчас убить хотя бы одного из них, это успех. Да, это хорошо. Так, второй, наверное, не покажется, да? О, второй вылез. Как гражданин отстаньте. Мистер Вдушнила. Собственно, перстон. Да, еще должно было быть два видео со стрима. С 29 сентября. Но я, к сожалению, очень поздно вспомнил про 24 часа эксклюзивности. Твиче, которые не дают загружать. Ну, то есть, по правилам, по договору, я не имею права загружать 24 часа никуда видосы. И там рестримить стримы и всякое такое. Ну, рестримить вообще не имею права. Не знаю, буду ли я загружать эти два видоса. Они есть на Твиче, у меня на канале. Там в ярких моментах, в хайлайках. Просто потому, что они есть, но это уже не актуально. Проблемы. Можно назвать это проблемой только в этом. Так, там у нас наверху, по-моему, еще два оверлода. Я один раз на мастере только пробежал. Но сначала крайне рекомендую вот этих вот господ повырезать. Даже, на самом деле, с Телеста приходил сюда в первый раз. А не, что на мастере, что на мастере. Всегда. Даже с Телеста проблематично было их вырезать. И да, будьте аккуратны, если вы захотите там у босса кинуть, например, ульту. Например, эту сверхновую. Новая бомба, она, по-моему, называется. Босс тут очень тощий. Просто мега тощий. И он отъезжает от этой новой бомбы, по-моему, даже на мастере. Вот это вот слайперочек, конечно, и вырез. Да. О, и все. Мэр. Дед жив. Не хочу лишний раз умирать, тратить время на это. Ничего не дает, кто-то отбирает. А, я не попал в голову ему. Да хватит бегать. Какие они мерзкие, все-таки, вот в этом плане. Опять же, если стрелять не из лука, но, например, из линейки по ним, тоже проблема. В каком-то смысле. Почему я предпочитаю стрелять из праймери? Наверное, кто-то вообще будет плеваться по-моему, проходит в праймере. Варролоды очень любят ныгаться. И когда они это делают, они реденятся. Если вы его не убили по той или иной причине, по причинам он у нас вагон. Потратить эти хреники ни на что. Ну, да боже. Я был уверен, что у него появилась подсказка на добивание. Ну ладно. Как-то оказалось, показалось. Босс вас не пушит, как правило. Просто рыцарь, который стоит. Гернатый. Скочил немножко. Босса можно особо не опасаться. Главное, не стойте в огне. Профессиональный совет. Чемпионы. Чемпионы надо убивать. Да, она снова бомба. Ласты такие выиграны. Ну, это все с этими ребятами. Надо еще вот ту компанию вырезать. Понятно. Ну, наверное, можно пробежать. Если у вас нет цели пройти это на Апловлис. Наверное, можно просто дойти и забрать сумму. Я так считаю на это потратить секунду. Потратить 20 секунд, может быть. Может быть, 30 секунд. Но не ждать время респауна, не бежать. Откуда? Так легко и просто. Практически с одним лимонархом проходится Лос-Вектор на мастере. Давайте глянем, что у нас тут. Винтерс Гул. Гу-Гуиль. Не знаю, как это правильно читается. На милишку. Мили-Килл-Сер-Чардж. Инкрес-Мили-Дамэдж. ПВЕ-шная. 10 рекавери. Ну, распределение мусор. В целом, неплохой ран, который занял всего 8 минут со всеми разговорами и, в общем-то, даже без стэшева. На этом эпизод подошел к концу. Всем спасибо, удачи, до встречи и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!